Ой, ё-моё, как я давно не заходила в эту игру. Ладно. Всем доброго времени суток. Так, давайте при нем человечка сразу встречать надпись. Итак, всем привет, друзья! С вами снова канал BeautifulLady. Да-да, я надеюсь, что вы меня не потеряли. Я ещё до сих пор существую в игре. Надо же, кто бы мог подумать, да? Так, в игре у нас наконец-то наступила зима. В принципе, снег мы можем сами регулировать. Да, какой мы хотим. У нас, во-первых, появилась вот эта прекрасная ёлочка. Просто я уже второй или третий год праздную зиму, Рождество, Новый год в Алисе. Поэтому я как-то... Ну, само собой для меня. В общем, вот такая вот красивейшная ёлочка. Знаете, давайте себе создадим праздничное настроение. Купим на один день броню. Ух ты ж. Блин, как я же давно не была в Алисе, что я даже как-то пропустила этот момент с добавлением колпачков. Давайте всё-таки колпак себе один купим. Ух ты ж. Стар. А, это фейерверки, блин, крутые. Слушайте, давайте... Да, короче, на сегодня план такой. Во-первых, посмотреть ёлку в городе. Это первый пункт. Второй пункт. Все фейерверки попробовать в действии. И третий пункт. В принципе, посмотреть по обновлениям и, может быть, поиграть пару заездов. Вот такой вот сегодня план на вечер, так скажем. Сегодня у нас, кстати, празднуется сочельник. Я дико извиняюсь, что очень долго не заходила в Алисию, но у меня были как бы причины из-за того, что не было времени, в принципе. Да. По одному сейчас мы с вами купим. Десять я даже не буду покупать. Смысл какой. Потому что очень много всего. Во-первых, очень мало, в принципе, свободного времени в будние дни. Очень мало. Потому что почти весь день у меня занят. Даже вечер. И, соответственно, у меня выходные дни пролетают просто мгновенно. Так, рождественская. Крутая, крутая. Нагрудники. Так, ну давайте снарядим лошадь. Я думаю, что на один день. Праздничное настроение нужно себе создавать. Обязательно. Давай. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Есть. Так, с нагрудник тоже один купим. Я когда была новичком, вообще, даже не знала, что они существуют. Итак, вот, посмотрите. У нас прекраснейший, прекраснейший набор рождественской амуниции. Просто потрясающие. Эти рожки, этот носик. Ну, замечательные. Каждый год, в принципе, это классика. И без него я даже не знаю, что было бы. Так, фейерверки мы с вами закупили все. Так. Ну, из лошадей у меня никого новенького не прибавилось, сразу скажу. Все те же старенькие. Разведением, кстати, я сейчас не занимаюсь совершенно. Вы посмотрите. Лошадей на случиках. Вот тоже, например, я сейчас вот эту вот масть. Ее под 133 уже. Вы представляете? То есть, если раньше было где-то 30 страниц, то сейчас 133 страницы. Огромные, огромное увеличение по количеству лошадей. И вот, воронов 270. Хотя, если посмотреть по ворону, давайте посмотрим статистику. Вот, погремим по таким. Ух ты ж, 111. Это вообще что-то с чем-то. В общем, из-за того, что добавили в игру подарки, очень много подарков. Во-первых, как на трассах можно ходить. Вот с этим, кстати, обновление вы сейчас видите на экране. Да, и, в принципе, подарки добавили еще Christmas Present, New Year, так, Christmas Gift Box. В общем-то, три подарка вот с этим еще обновлением добавили, который вы видите еще один на экране. То есть, там по, по-моему, либо по 500 тысяч, либо по миллиону монет давалось каждому. Нет, по-моему, по 500 тысяч. Миллион это слишком много, мне кажется. Да, еще изумруды. В общем-то, да, я немного здесь играла, очень мало, правда. Стата давала каждый день подарки, если заходить и к нему подходить. Но я постараюсь впредь снимать вовремя. Поэтому, да, прошу прощения за ранее. Так, ну, я думаю, в конце, по традиции, каждого года откроем с вами все подарки, какие мы не открывали, и я не открывала, именно новогодние. У меня здесь еще с лета есть подарки, на Хэллоуин тоже были подарки. И, в общем-то, они ноги вообще не открытые. Я как-то на них забила, честно говоря. И, ну, мне, в принципе, достаточно, поэтому, да. Времени, времени, все, это основная причина. Итак, елочку мы с вами посмотрели. Второй пункт это амуниция. Мы тоже с вами ее посмотрели. Давайте я все-таки по традиции пересяду на лошадь светло-серой масти. Мою любимую Элизу. Да, есть она чистая. Так, просто все-таки светло-серая это my love forever, как говорится. Такс, ну, давайте к стату подойдем. Он еще дает подарки, интересно, или нет? Далее. Да, далее. Собери. Блин. А, все, по ходу обновления. Да, все, наверное, ушло. Это история. Итакс, дальше, что я хотела с вами сделать, это зайти в город. Вот. Да. Ох, наконец-то произошла загрузка. Конечно, разработчики работают над этим, извиняюсь за таталогию. Но, тем не менее, посмотрите, сколько народу просто приходит, наверное, ежесекундно сюда. Посмотреть, что здесь новенького. Так, это, наверное, фейерверки, да? Или... Нет, это почта, наверное. Напишите, пожалуйста, кто знает, что вот это вот за столб с картинкой... С иконкой, скорее, почтового письма. Я не знаю, что это. Первый раз вижу. Либо я просто не застрял на нем внимания. Так, ну, здесь, в принципе, все то же самое. Я не буду останавливаться. Итак, давайте запрыгнем. Вау, вы посмотрите, какая елка офигенная, шикарная. Просто великолепная. Прямо как у нас в городе. Ух ты ж. Можно даже скриншоты делать. Я, наверное, чуть попозже сделаю обязательно. Блин, она большая. Она очень большая, высокая. Вот вы, посмотрите. Офигеть, вот. Прям вообще. Ихуй. В стену. Енот, ты что делаешь? Ты что, на елку так хочешь посмотреть? Сысака. А, ты вон где. Я же испугалась за тебя. Бедный юмор. Ладно, мы посмотрели за на елочку. Она просто великолепная. Действительно, молодцы разработчики, что внедряют все новое и новое в игру. Особенно на праздники, которые заслуживают это, мне кажется. Вообще шикарные подарочки. И свечи, и игрушечки. Нет, создают очень праздничное настроение. Не рождественское, тем более я снимаю в Сочельник. Вот что про... Позапрошлом, точнее, году я снимала в Сочельнику про Оствинклип. Кстати, если кто не видел его, можете заглянуть в подсказку. Он там отобразится. Можете после просмотра данного видео его посмотреть. Больше 300 тысяч просмотров, кстати, набрал. Можете доглянуть. Наверное, многим нравится. Молодцы разработчики. Я очень рада, что они не забрасывают нашу великолепную Алисию онлайн. И, тем не менее, давайте возвращаться. И посмотрим, наконец, на фейерверки. Итак, в общем-то, специально... Что, мы кому-то забрели? Я думала, мы на свою ферму вернемся. Что за дела? Так, возвращаемся. Я тут одна. Возвращаемся на свою ферму. Все, до свидания. Так, давайте установим, попробуем точнее установить фейерверки. Так, физи... 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 Активит... Физи... Коммент... Интерненч... Физи... Физ 1... Бум 2... Ренч... Бум 1... Что значит Бум 1? Это надо написать Бум 1... Бум 2... И Физ 1... Физ 2... Так, там, по-моему, еще... Так... Бум 2... Если так сделать... Он вообще ничего не пишет? Я что, что-то пропустила? Уже был фейерверк? Что нет? А, вот. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А, все, ясно. Круто, блин. Все, я поняла. Я все верно делала, ребята, да. Прошу прощения за мой тупизм. Но... Первая мысль, как говорится, была верной. Давайте доиспользуем все остальные. Физа. Физа. Вот. Смотрим. Е-е-е-ей! Классно. Ух ты, как долго-то. Прикольно. Долго он так будет? Все, да? Так, ну и давайте Физ-2. Он просто горит. Типа, как бенгальские огни, да? Конечно, не так интересно, как те. Давайте все-таки докупим еще тех. Отходим сюда. Прямо вот сразу. Чтоб посмотреть. Нет, стоять. Так. Так, внимание, боевая готовность! Это по одной, что ли, они активируются или нет? Бум. Один, получается, да? Так. А, по одной. Е-е-ей! Так, ну давайте еще раз. То есть, получается, где я стою, там оно активируется. Если я все правильно понимаю. Бум-два, да. Блин, я ничего не успеваю. Я не успеваю смотреть. Ладно. Еще раз. Попытка-2. Давай, блин, лошадь. Е-е-ей! Бум-два! И бум-один остался посмотреть на... А, блин, да. Так. Лошадь, отходи. У-е-ей! Ну, в общем, вы поняли. Крутые фейерверки, на самом деле. Правда, жаль, что их всех нельзя запустить в небо. Вот это вот обидно. Эх, печально-печально, весьма печально. Давайте откроем с вами подарки. Это самое приятное, наверное, что может быть. От стату. Надеюсь, лагать ничего не будет. 20 тысяч монет. Неплохо. Кстати, разработчики действительно пофиксили, в принципе, игру, потому что очень-очень медленно загружались подарки. Они открывались очень медленно. На первых, точнее, числах января. Сейчас же это происходит мгновенно. Поэтому молодцы разработчики. Спасибо вам большое. 20 тысяч монет. Снова неплохо. Из-за этого теперь кошмарное просто обесценивание монет произошло в игре. 15 тысяч монет. Да, действительно. Обесценивалось все, в принципе. Вообще все. Если раньше это было что-то с чем-то там, миллион монетами, теперь просто заработать миллион. Просто вообще даже ничего делать не нужно. 500 гемов, нормально. Еще 15 тысяч. Ну блин. Давайте хоть что-то, кроме монеток. Неинтересно. 700 изумрудов. Меня услышали, правда. 15 тысяч монет. Нет, меня не услышали. 20 тысяч монет. Одни монеты. 25 тысяч монет. Это уже скучно. Кстати, напишите в комментариях, что вам чаще всего впадалось в подарках от стата. Мне вот интересно. Тоже монеты? Изумруды, изумруды, либо декорков. 50 тысяч. Серьезно? А потом с вами посмотрим еще... Вау! Теперь 30 штук. Правда, они слишком слабоватые, как мне показалось. Лучше бы сделать еще и еще один год упадает. Лучше бы сделали, если, например, 10 выкупаешь, там, если там, по макшнему. И был бы выбор, 10 сразу заряжать или же один. 100 тысяч! Блин, ну, спасибо, конечно, но мне кажется, это перебор. Да, в общем-то, план у нас остался прежний. Мы сейчас смотрим настройки с вами снега, потому что снег это для меня все. И мне захотелось очень поменять немного в настройках. Так, попадаются рожки. И посмотреть, в принципе, как смотрится вьюга. Такая вот, там есть такой режим. По-моему, я смотрела у кого-то, точнее. Просто смотрела в настройках, а не у кого-то я у себя смотрела. И мне очень понравилось. Но я почему-то как-то не захотелось мне изначально сделать... А, вот вспомнила по какой причине. Потому что там дождь изначально был, а дождик мне, в принципе, не очень нравился. 100 тысяч, спасибо, конечно. Но тут действительно перебор, да. Так, наконец-то мы с вами все подарки открыли. Да, теперь у меня совесть чиста перед вами. Кстати, одна из причин, почему мне Эльза нравится вот эта вот лошадь. Потому что у нее характер ласковый, любящий, заботливый. Или там какой? Ласковый, ласковый. Я уже забыла словосочетание. Представляете, до чего я дожила? Любящий, ласковый, заботливый. В принципе, нет, просто я другой порядок озвучила. Да, поэтому вот так вот мой персонаж едит, миленько. Мне очень нравится. Прямо вообще круто. Так, значит, заходим в управление. И смотрим небо. Какой режим можно, в принципе, выбрать. Вот, вы посмотрите. Круто, блин. Почему у нас в реальности такой снег не идет? Так, значит, Клауди, Blizzard, Blizzard, Stormy. Мне, конечно, нравится Stormy. Потому что здесь больше снега. И здесь просто Summer. Нет, нет, нет. Вот этот выберем. Установить. Обязательно. Да, конечно. Вообще, вы посмотрите, какая погода классная. Зимняя. Блин. О, как круто. Мне очень нравится. Да, сменим позицию. Очень круто. Блин. Я обожаю снег. Кстати, кто не смотрел мою зимнюю фотосессию с лошадьми Брэйр, посмотрите, переходите под подсказки наверху. И посмотрите. Вот. Вот у меня сейчас эмоции примерно такие, как в реальности были. Там, конечно, холоднее было в реальности. Но, тем менее, прекрасно так же примерно. Ну, вот, эмоции в точности. Снег. Потому что для меня снег это самое, вообще, любимое, любимое, любимое самое, что есть в погоде любой, в принципе. То есть, если бы мне предложили дождь или снег, я, конечно же, без всяких мыслей выбрал бы снег. Ну, что может быть прекрасней? Вот правда. Напишите в комментах, вы любите снег и зиму так же, как я или нет? Или вам что-то нравится в другое время года? Весна, осень или лето, возможно, летние каникулы? Ну, давайте, начинайте, пожалуйста. Благодарю, благодарю. Поэтому такая штука у нас будет с рейтингами. Кстати, напишите в комментах, вы будете в ней участвовать или нет. Или у вас так же времени нет, как у меня. И возможности сидеть в Алисе очень часто. Ну, а для тех ребят, кто сейчас учится, например... Что я? Давно я в Алисию не играла, однако. А для тех ребят, кто учится в школе, то да, пожалуйста, дерзайте. Особенно, кто не упускные классы, не 9-е, не 11-е, у вас возможности есть. Ну, по крайней мере, когда я была в вашем возрасте, у меня была такая возможность. И да, кто думает, что я еще в школе учусь, нет, я не учусь уже в школе. Уже, ну как, ну недавно, конечно, но в принципе я уже не учусь в ней. Я постарше. Ммм, подарочек нашли. Да. Что? Что? Что я делаю? Ааа, блин, капец. Вот что бывает, когда... Очень долго не заходила. Вали, все, ладно. Мы обязаны занять первый место. Просто обязаны после этого. Я смотрю, у меня... Наконец-то. Ааа, фух. Не знаю уж, бывает же. Это вообще же просто. Что с ним такое? Ну, извините, конечно, но правда, когда ты не заходишь сюда, нет? Не заходишь целыми неделями в Алищин-лайн, у тебя немного теряется уже ухватка, что ли. Хотя не должна, по сути. Эй, нет, 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 нет. Эй. Эй, 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 молодцы. Меня, наверное, сейчас выкинут, конечно, от этого зала, потому что я... Кстати, характер из-за этого мне нравится. Из-за завершения заезда. Со мной, конечно, такое редко бывает, особенно... 60 левел плюс. Это вообще ужасно позорно. Мне ужасно стыдно, правда. Меня выпрут? Нет? Интересно. Ну, попробуем еще раз с вами. Я надеюсь, не выпрут. Да, меня выпрут. Ну, я так и думала, что... Ладно, давайте вот сюда попробуем. Нет, вот серьезно. Когда говоришь одновременно и... А, русские, понятно. В принципе... Ммм... А этого игрока я знаю. Он у меня даже в видео один раз засветился. Я вам сказала, почему это произошло. И надеюсь, меня никто не будет осуждать. Но даже если найдутся такие люди, то вы будете правы. Потому что нужно успевать, как говорится, все и везде делать. И я теперь сконцентрирована полностью на заезде. Эх. Он... Блин. Ну, ничего... Да, блин, да... А, нет. Стоять, стоять, сидеть. Проходите. Все, все. Главное, не своим. Потому что... Тем не удалось передать. Ну, ну, ничего страшного. Потому что, когда я своим передаю, и они не успевают передать команде противника, вот это самое ужасное чувство. Вот, правда. А, когда попадаешь фаерболом, не втащив своих, это же еще хуже чувство просто. Щит, сработал. Надо же, давай. Шанс. Так, так. Все-таки я кое-что допомню. Нет, извини, извини. Ну, нет. Уж лучше... Не попасть ни в кого. Чем вот так. Что ж, браво. Ей. Все, давайте все-таки последний заездик сами сыграем. И я думаю, что закончим данное видео. Рождественское, так скажем. Да, задолжала я вам по играм, что хочу сказать. Многие очень писали в комментариях, Каня, когда же Алисия, когда же Алисия, когда же ССО, да когда же хоть что-то по играм будет или нет. Или же... Да, буквально сегодня был такой комментарий. Или же вообще не ждать игр, в принципе. И Алисии в том числе. Нет, я такая же говорила. Нет, ждать. Конечно же ждать. Ух ты ж. Да. Да. Ну ладно. Нет. Нет. Нет, нет. Нет, блин. Ну ладно. Ничего страшного. Бывает. Вот, знаете, самое обидное, что вот когда у тебя есть щит, и ты ждёшь момента, чтобы активировать, и тут тебе просто неподходящий момент лёд. Лёд. Просто. Всё. Вот как сейчас. Интересная ситуация, да? В общем, да, поиграли мы сегодня с вами на славу, покидаем раннюю руку с вами. Единственное, что мы не предлагали уже, это челленджи. Но насчёт челленджов я, честно говоря, только три придумала, сама для себя так скажем. Поэтому к вам большая просьба, пожалуйста, друзья, напишите... Что с выгривой моего? Что это? Вы посмотрите, что это такое? Я же испугалась, что это вообще. Поэтому к вам большая просьба, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях ниже, под данным видео, какие можно включить подпункты к челленджу следующему видео по Алисе онлайн. То есть следующее видео выйдет, наверное, может быть, в начале февраля примерно, мне так кажется. Может быть, даже чуть пораньше. В зависимости от того, как быстро и как много по количеству будет приходить комментов именно по данному разделу, так скажем. Если же я выберу ваш челлендж, и он окажется очень интересным, я оставлю ваш коммент, прикреплю обязательно перед тем, как буду выполнять. Выберу я, наверное, примерно будет 10, может быть, челленджов, примерно, примерно. То есть это вызов принят, если кто не понял. Но я думаю, что все поняли, в чём идёт речь. Подумайте, может быть, у вас уже какие-то идеи сейчас возникли в голове, какие вы могли уже написать. Поэтому смелее пишите прямо сейчас, чтобы вы не забыли. В общем-то, делитесь любыми вашими мнениями, а также, если вы вдруг на моём канале впервые, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать дальнейшие мои видео, а также ставить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на моём канале. Всем большое спасибо за просмотр, поздравляю всех ещё раз с Новым Годом, всё вам самого доброго, светлого и хорошо. Удачи и успехов во всём, всего доброго, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»